Краткий исторический обзор. Наш театр родился, дай Бог памяти, 1 октября 1924 года, после Рождества Христова. Ну, родился он из трупов двух театров. От кривой мыши и летучего Джимми, нет, от летучей мыши и кривого Джимми, нет, точно не помню, забыл, 50 лет ведь помню. Вот сейчас забыл, как назло забыл, но может быть вы поможете мне, может быть есть кто-нибудь, кто помнит более, так сказать, обстоятельно всё. А, прошу, прошу вас сюда, пройдите вот так, поднимите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Такое мучение с этим платформой, просто мне не держится. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, совершенно невозможно ходить, моя приятельница два раза руку сломала. АПЛОДИСМЕНТЫ Я-то всё помню прекрасно, прекрасно всё это, я великолепно помню, где они столько красавиц набрали. я очень хорошо с этим театром знакомы причем они не здесь совсем играли не здесь они начинали они значит это вот в языковском переулке это здесь близко очень отсюда просто как выйти значит из театра доходите угла идете на направо по тверской раньше она называлась улица горького доходите прямо все время по этой же стороне и там значит мимо магазина телевизоров где сдают телевизоров в кредит моя приятельство тот самый который я говорила как раз хотел новый телевизор на свой сдала внесла и дать 22 рубля она внесла 1 1 павел внесла потом тот тоже сдала внесла 2 пай и причем ее хотели отправить на пенсию сейчас уже никто тронуть не может пока она все не выплатит потому что вообще я почему бы тоже без телевизора сейчас вообще с ума можно совершенно сойти узнаете все все буквально все видишь как-то в курсе всего хорошие делаете не видеть хоккей канадский с профессионалами правда чем этого малыша вас телевизор еще что-то соображать тоже знаете как говорят какая разница не вижу никакой разницы совершенно одинаково прекрасно играют понимаете совершенно изумительно в чем-то в общем какая у меня конечно просто смешит тоже я-то сразу разбираюсь какая разница потому что понимаете ли наша команда любители нас бьют по воротам а профессионалы бьют по любителям да не очень так проходите очень проходит тоже это мимо идете дальше а дальше идете мимо салоны красоты между там часто изобрели новый способ для полысения я не могу сейчас вам сказать не помню что такой там чесночный раствор оливковое масло перец уксус на 2 часа в духовку я не не помню этого ну я то я что говорю и сейчас конечно тоже я знаю прекрасно понимаете ли это театр и смотрела там у них затюкнутого тоже видала и я что хочу сказать ну во первых конечно артисты у них изумительны вот этого сутузова я как раз видела лет сто и он зайцы причем он также изумительно тогда выглядел как сейчас здесь не говорю я про перец и потому что как раз тоже было юбилею прямо через день юбилея и и вот рассказывали как раз она конечно необычайно талантливая это и известно всем что она дочка знаменитого русского артиста папанова и называется карты в руки но что я хочу сказать мы сейчас в основном театр как-то хотя они подключаются к производственному процессу с точки зрения передовой технологии понимаете я вот была в театре там как он значит я там у них видела хороший спектакль михалкова щедрина а про который я хочу сказать я его не видел но там действительно на можно удивляться же артиста там они не только что играет они в это же время прямо тут же на сцене во время спектакля понимать собирает автомобиль жигули весь хватит до конца абсолютно не это все доказать спектакля и в финале эти жигули готовы за 75 тысяч старыми деньгами я не поднимаю торжественного на руку и уже так сказать выносит за кулисы очевидно продавать и вот они все и все вообще они еще кроме того с ним снимаются понимаете ли в кино 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 конечно я просто обожаю совершенно благотворю сейчас самое если вы заметили самое модное сейчас кино сейчас самое модное это советско-заграничные совмещенные фильмы вот недавно был удивлен и совершенно фильм называется приключение миронова с итальянцами там значит главную а ну итальянцы там все бегают потом значит там главную роль играет лев и миронов лев миронов замечательно играть но лев по-моему переигрывает и миронов того чем бы даже доиграть то нет потому что все время откуда прыгать то с малюта то с поезда ругарует понимаете ли землю и и все таки его без дублера ты и остался жив а а а лев сдох я да я все говорю я хочу сказать как вот это все начиналось значит в общем у меня вызвал главный режиссер гутман вот тогда у них был вместо от лучика не сказал ты хочешь участвовать юбилей сатиры я говорю я говорю я не возражаю он вот такого суть она пойти его организовать вот мы пошли понимать или не и организовали а тисе да да не согласилась просто трудно себе взять какой-то был бы ужас